Вопросы большие и малые. От ремонта школы до строительства новой автомагистрали. С ними белгородцы пришли сегодня на прием к главе региона. Евгений Савченко выслушал их лично. Подробности в нашем сюжете. Прошу оказать содействие в ремонте кровли нашей школы. С такой просьбой к главе региона обратилась Людмила Кенина, преподаватель Мелеховской школы, что в Карачанском районе. Там учатся 270 ребят. Капитальный ремонт провели всего несколько лет назад. Но подрядчик сработал недобросовестно. Недоделки будут устранены уже в этом году. Составлена дефектная ведомость СМЕТа. И есть договоренность с главой Карачанского района. Он за счет местного бюджета все приведет в порядок. В мае они сейчас выставляют на аукцион. До 1 сентября все работы будут выполнены. А вопрос с недобросовестным подрядчиком глава региона взял под личный контроль. У меня глаз в глаз. Подрядчик это и шокол. За который приходится потом все. А жительница микрорайона Стрелецкая, 72 Татьяна Товста пришла на личный прием с вопросом, когда на их улице появится газ и будет проложена дорога. С газом вопрос будет решен до 1 июля. Лично заверил ее начальник департамента строительства и транспорта. Все продолжено. Вопрос в оформлении документации и пусковых документов. Дорога ее есть. А что в этом году будет сделана? Таких, как Татьяна, индивидуальных застройщиков в Стрелецком 72 уже больше тысячи. Но в основном живут сезонно. Заселение тормозит, отсутствие инфраструктуры. Но уже в ближайшем времени ситуация изменится. Микрорайон будет благоустроен. Сейчас будет программа строительства школы детских садов. Начальная, наверное, школа детских садов. Потом и большая школа. То есть, чтобы мы полностью эту проблему в течение пяти ближайших лет максимум вышли. Все, большое. Все, спасибо большое. Наталья Александрова, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогорья. Продолжение следует.